Здравствуйте! Сейчас у всех православных христиан идет Великий Пост. Спросите у любого священника, что главное во время поста, и он скажет, не есть друг друга. Другими словами, не злиться, не гневаться, особенно своих родных и близких. Как научиться сдерживать эмоции, не выплескивать гнев друг на друга? Об этом сегодня расскажет ротеерей Николай Архангельский, ключарь Святой Богородицы Неаполимовского кафедрального собора города Ульяновска. Как сдерживать эмоции и не гневаться, это очень сложно, потому что сдерживать эмоции – это одно. Это внешнее проявление. То есть человек может быть и не подаст, как говорится, ни один мускул не дрогнет на его лице. И неизвестно, что происходит в его сердце, но гнев может наполнять его. Наверное, для того, чтобы точно, ну по возможности точно ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на само вот это вот естественное движение души, как гнев. Гнев не является грехом. Гнев – это чувство, заложенное в человеческое естество Создателем, Богом. И гнев – это функция человеческого естества, направленная на неправду. Господь говорит, гневайтесь и не согрешайте. А из Евангелия мы с вами знаем примеры, когда Господь наш Иисус Христос, а мы знаем, что Он совершенный Бог и совершенный человек одновременно, Он гневался на всякую неправду и принимал меры к тому, чтобы зло остановить. Поэтому, опять же, для того, чтобы правильно дать выход вот всем своим чувствам гневным внутри себя, необходима четкая настройка Личности. Это называется целомудрие. Вот целомудрие – это целостность и мудрость человека. Нельзя путать его с девственностью, потому что многие думают, что целомудрие – это девственность. Нет, девственность – это другое. А вот целомудрие – это состояние человека, который настроен целостно, мудро и свято. И здесь, вот если человек взять за эталон человека, такой человек есть – это Иисус Христос. Он вознесся на небеса. И такому человеку мы и должны подражать. Поэтому, для того, чтобы так или иначе поступить в различные ситуации, нужно посмотреть, как бы Иисус Христос в этой ситуации поступил, как бы Он себя повел. И получится, что на грех нужно проявлять гнев, для того, чтобы его ограничить и локализовать. А на добро нужно проявлять другие свойства души, то есть терпение, великодушие. И таким образом мы увидим, что будут достигаться определенного рода состояния человека, которые будут свидетельствовать о том, что гнев покинул сердце человека, и туда вселился покой. Вот этот покой будет святой, потому что у этого человека мирное отношение с Богом. Вот знаете, когда человек живет в мире с Господом, то в сердце у него всегда покойно. И мы можем это заключать из опыта жизни святых угодников Божьих, преподобных, которые вот ради этого мира душевного они и уходили из мира, который лежит возле, уходили в пустыне, чтобы им ничто не мешало вот этот мир с Богом устраивать. Но мы знаем и такие примеры, когда эти преподобные были Богом, посылаемым уже после этого искусства, после этого духовного опыта, приобретенного в мир, и они уже этим миром делились с людьми. И с таким человеком, даже если просто рядом постоишь, то бывает очень покойно и хорошо. Вот мы знаем, например, даже такая вот картина известная есть, когда батюшка Серафим Саровский, он преподобный, как раз вот такой монах, он хлебушком с руки кормит медведей. То есть даже животные дикие, они чувствовали мир святой, который от Бога дан этим людям. И уже, думаю, что, наверное, этим людям уже и гневаться невозможно. Вот до такой степени эти люди стяжали, то есть приобретали душевный мир. Поэтому вот одного такого вот рецепта, как подавить в себе эмоции, как не психовать, не раздражаться, этих рецептов, вы знаете, их очень много. И разные практики психологические их предлагают. Но православная церковь, она однозначно говорит о том, что гнев, он непременно должен проецироваться только на неправду. Мы очень часто ведем себя с точностью да наоборот. То есть когда нужно проявить мужество, гнев и справедливость, мы трусим и уходим от конфликта. Или наоборот, когда нам нужно смириться, мы должны признать свою вину, нам идет справедливое обличение, мы должны исправиться. И буря сомнительных помышлений начинает нас изнутри распирать, и мы взрываемся гневом. И отсюда уже получается грех и сквернословие, побои, преступление. Это говорит о чем? О том, что человек не умеет правильно пользоваться той особенностью гневно, гневным свойством души, которое вложил в него Господь. Кто научит? Психолог научит, учитель в детском саду научит, мама или папа, никто не научит. Потому что и учитель, и психолог, и мама, и папа также гневаются и грешат. Поэтому здесь только лишь, только лишь надо посмотреть на опыт святых отцов, то есть это опыт церкви, который помогает на каждый грех найти добродетель, противоположную этому греху. И если человек непосредственно проявляет свой грех какому-то человеку, у них постоянно возникает конфликт, то здесь опять же какой рецепт? Уклонись от зла и сотвори благо. То есть сначала научись, научись не произносить вот этих обидных слов. Уклонись от этого, промолчи. Затем возникает какая-то пауза. И эта пауза помогает человеку подавить в себе вот это чувство. И происходит минутное ослабление этой страсти. А значит у человека появляется возможность со стороны посмотреть на это происходящее событие. Мы знаем, что такое состояние аффекта. Вот человек не дал себе вот этой паузы, и весь свой вот этот вот отрицательный угар злости, гнева выплеснул. Она захлестывает его еще больше, и человек входит сам, искусственно вводит себя в состояние бешенства или аффекта. А дальше уже творит то, что и сам не понимает. То есть он отдал себя во власть этой страсти, и страсть начинает им руководить. Вот этого нельзя допускать. Поэтому непременно нужно делать паузу. То есть дать мгновение посмотреть на себя со стороны. И вот выиграть это время. И в это время произнести молитву, «Господи, что я делаю? Прости меня, останови». А далее силой воли уйти от этого конфликта. И лучше всего подождать день, два или три. И таким образом, когда уже пройдет вот этот день или два, или три, говорят, утро вечера мудренее, да, это вот отсюда. Потому что нужно постараться, постараться, чтобы эмоции улеглись. И еще более беспристрастно посмотреть на эту ситуацию. И потом будешь смеяться и удивляться, почему так поступил. Но, конечно, речь просто решается эта проблема, если человек изредка гневается. А если гнев входит в страсть, человек становится постоянно раздражительным, то здесь, конечно, надо говорить уже не о простом грехе, а о глубокой страсти. Такая страсть должна врачеваться прежде всего покаянием и молитвой и спрашиванием помощи Божьей. Ведь, смотрите, если человек гневается, он своим гневом закрывает вот этот вот канал божественной энергии, которая входит в него и освещает его. Человек в гневе, говорит, помрачается. Почему? Бог — это свет. Человек в гневе помрачается. То есть он своим гневом закрывает вот тот лучик света, который идет от Бога, и человек делается черным, не способным к восприятию Божьей благодати. Она разрушает, эта темнота, только светом Христовым. Поэтому, значит, нужно прийти на исповедь, перед крестом, перед Евангелием, покаяться, сказать, я не могу справиться с своим гневом. Не хватает мне воли вот сделать эту паузу. Не хватает мне силы обуздать свой гнев. И тогда сам Господь через священника будет врачевать эту больную, метущуюся душу. И человек получит от Бога облегчение. Вы знаете, иногда может даже священник ничего не сказать, а просто вместе помолиться. И человек уйдет, почувствуя помощь в сердце своем. От чего это бывает? Это бывает от того, что сам Христос вошел в сердце этого человека. Почему? Потому что человек доверился Богу. И по молитвам священника к нему пришла эта помощь. Поэтому, видите, здесь нельзя рассматривать даже какие-то вот житейские вопросы вне церкви, только из глубины церкви. Церковь – это духовная лечебница, а в лечебнице врачует. Церковь – это убежище от греха, который бомбардирует нас ежечасно. Поэтому только и в церкви спасение. И вы знаете, какие даже вот очень гневные люди выходят из церкви всегда умиротворенные. А Великий пост, который идет, он как раз и помогает человеку работать над собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова